Должен ли масон обладать какими-нибудь практическими знаниями, чтобы составить в ложе? Надо хорошо разбираться в оккультном символизме. Ложа – это прообраз храма мироздания, бог его великий архитектор. Задача каменщика – понять законы храмостроительства. Надо обладать хорошей памятью. Масонство – общество древнее, с очень старыми традициями и ритуалами. И поэтому, чтобы принимать участие в службах, церемониях и посвящениях, необходимо запоминать на староанглийском метафорические тексты. Не всем это хорошо удается. Во время, когда масонство распространялось, оно же имеет древнейшие корни. Не было ни телеграфа, ни телефона. То есть, средством конспиративного общения и были эти символические письмена, символические знаки, символические диалоги. Мы просто сохраняем эту традицию в современном мире. За символами, вот этими значками стоят определенные духовные символы, духовные реальности. Тогда мы можем сказать, почему в церквях столько символики и столько, значит, ритуалов. И почему они не меняются? Почему не одеть, скажем, попав джинсы и не выпустить его, как говорится, на сцену? Братство вольных каменщиков всегда относилось историками к разряду абсолютно закрытых и тайных обществ, державших свои ритуалы и символы под пятью замками. Причем некоторые условные знаки и обряды, охраняемые особенно строго, по сути, ничего секретного в себе не несут. Тем не менее, чем большей тайной окружалась какая-либо степень масонства, тем труднее был доступ к секретам братства. Никто из непосвященных, как бы ни были велики его познания, не может сказать «я знаю масонство». Сами масоны, не доверяя своей тайной бумаге, изобретали символические изображения, называли их языком ока или же чертежами великих истин. Почитание их строго обязательно, так же как следование обрядам и ритуалам. Для масонов камзолы и ипанчи, ленты и латы все имеет символическое значение. В то же время, ничто так не тянет к откровениям, как таинственность. Большинство антимасонских статей и книг опирается не на документы и реальные факты, а на разговоры самих масонок. И это несмотря на обязательную дисциплинарную закрытость и строгие санкции к так называемым болтунам, вне зависимости от социального положения и национальности. Масонскую ложу Нью-Йорка был принят племянник аранского шаха. Он мусульманин. Разве масону не обязательно быть христианином, как были изначально масоны-рыцари-темплиеры? Или за эти века масонство выразилось в особую религию? Не, ну масонство, первое, я хотел бы отметить, это не религия. И в принципе в уставе не написано, чтобы этот человек был бы обязательно христианином. Он должен признавать Бога как единого архитектора Вселенной. И если масонство, скажем, распространено в мусульманских регионах, то вполне приемлемо, что даже клятвенное посвящение масонским может осуществляться на Куране или на священных книгах той религии, в ареале которой масонство распространяется. А если в одной масонской ложе находятся и христиане, и индусы, и мусульмане, не возникает ли трения внутри этой ложе? Нет, потому что по уставу ложе запрещено обсуждать три темы. Религию, политику и национальность. Эти три темы и разъединяют людей. Все средние века масонов преследовала инквизиция. Официальная церковь, в основном католическая, запрещала своим прихожанам вступать в масонские ложи, объявив их исчадием ада, еретиками, разрушающими истинную веру. За всю историю папы римские выпустили более десяти антимасонских бул, обвиняя их в трех главных ересях. Первая ересь, будто бы народ сам имеет право принимать законы. Вторая, выбирать себе правительство. Третья, все религии равны, и власть должна относиться к ним одинаково. Георгий, а какой социально-этнический состав масонов? В основном американское масонство это англосаксы. Там есть и итальянцы, и испанцы. В основном это образованные люди и составляющие верхний класс американского общества. То есть клуб богатых белых мужчин? Не всегда богатых, почти всегда белых и всегда мужчин. Но, скажем, мы можем увидеть, что в английском масонстве очень много черных. И в американском масонстве последние годы происходят демократические перемены. Почему масоны не принимают женщин? Это правило клуба, или устав старый. Ни в коем случае это не значит, что масоны не любят женщин, или это антифеминистское движение. Просто по принципам воинского клуба, тамплиеров, скажем, откуда вышли масоны, женщин не принимали. Американцы должны быть не согласны с этим правилом. Они же принимают сейчас женщину в военной академии и даже в десантные войска. Для женщин созданы так называемые адаптированные масонские ложи. Одна из них – восточная звезда, в котором объединены жены, сестры, дети масонских ложек. Есть детские масонские ложи, как пионерские организации? Нет, дети имеются в виду выше 21-го года. Хотя, скажем, для детей созданы, скажем, организации, одним из основателей которых были масонские ложи. Это бойскаутские организации, предположим, влияние на формацию бойскаутов. Она была масонская. Это специальные программы кемпов, в которых собираются дети. Но их там, в принципе, масонских лож не обучают. В течение всей своей многовековой истории масонские общества не занимались пропагандой своей деятельности, своих законов, верований, устремлений. Как секретное братство, масонские ложи, наоборот, были абсолютно закрыты для чужих глаз. Но ближе к концу 20-го века даже у них начали проходить процессы определенной либерализации. Отчасти это вызванные сокращением числа членов общества, а дабы привлечь новых, разрешается проводить объяснительные беседы со всеми желающими вступить в ложу. Ежегодный членский взнос – 50-60 долларов. Георгий, вы знаете хотя бы приблизительно, каковы финансовые фонды американских масонов? Приблизительно, мы можем сказать, это где-то около нескольких миллиардов долларов. Несколько миллиардов долларов. И на что тратятся такие средства? В основном они идут на помощь, скажем, детским садам, инвалидам, на многие программы, созданные ложей, скажем, как борьба с наркоманией, распространение наркомании, профилактика алкоголизма, борьба с криминальностью. У организации такие огромные средства, чтобы она тратила деньги только на благотворительность. Тогда зачем такие сложные ритуалы, тайное членство, можно отдавать спокойно эти деньги открыто в массу благотворительных фондов? Нет, это для того, чтобы, вы знаете, что из многих благотворительных фондов деньги не доходят до населения. Чтобы они доходили бы до населения, для этого те, кто руководят этими фондами, и те, кто воплощают эти программы в жизнь, должны быть достойными людьми. А кто это делает? Значит, все-таки есть какой-то тайный правительственный орган масонов, который распределяет эти... Нет, это официально печатаются отчеты официальные, и служба, скажем, фининспекции американской, АРС, она, конечно же, это все проверяет. Но кто стоит в главе, кто распоряжается фондами масонов, кто в главе стоит этой ложи? Это глава ложи, казначей и совет. Редактор субтитров А.Семкин